В мире очень мало государств и народов, у которых не было бы, ну если даже не противников, то хотя бы недружественно настроенных стран. Увы, совсем немногие, может, единицы могут похвастаться таким счастьем. А то абсолютное большинство государств, чей список недругов не пустует, может лишь пожелать для себя, чтобы достойными были не только друзья, но и те самые недоброжелатели. Азербайджану, увы, не повезло, как и большинству, быть среди тех самых единичных государств-счастливчиков, не испытывающих на себе недобрые взгляды со стороны. Что поделать? Видать, судьба у нас такая. И у нас имеются те, кто неровно дышит в нашу сторону. Однако не повезло нам не только в этом. Противники, к сожалению, тоже нам попались далеко не из достойного десятка, которых хотелось бы иметь. Заметьте, мы сознательно стараемся обходить слово «враги». Пускай лучше нас называют врагами, чем мы кого-то. Ненавидят достойных, потому как ненависть – это удел слабых. Недостойных же просто презирают. Одно из самых презренных качеств – это неумение достойно проигрывать. Особенно в схватке, которая была навязана как раз той самой нокутированной стороной, несмотря на многочисленные призывы угомониться. Так случилось и в нашем регионе. Сразу после отставки в 1987 году Гейдара Алиева, армянские эридентисты, очевидно окрыленные этой новостью и полной уверенности, что подаренные в Вашингтоне Раисе Максимовне картина Айвазовского и бриллиант несметной цены помогут им достичь своей конечной цели, втянули азербайджанский народ в пучину вражды, несмотря на призывы азербайджанцев внять разуму, нежели несбыточным мечтам. Ну хорошо, начали вы эту вражду. Так умеете достойно проигрывать. А то ведь не успели еще остыть стволы гаубиц после 44-дневной войны, как сразу началось. Вы не победили, вам помогли, мы не проиграли, нас предали. Танцевать надо умеючи, тогда и мешать ничего не будет. Собственно, к чему мы все это подводим? Да к тому, что за все время после позорнейшей капитуляции Армении список ее надежд перевалил уже за сотню пунктов. То РМК, который, как писали в самом начале еще в момент его ввода, никуда уже не уйдет, то Индия, которая вот-вот начнет перевозить свои грузы через порты Персидского залива и территорию Армении, дав той возможность подзаработать и создать ВПК для будущего реванша. То Совет Безопасности ООН, то Международный суд в Гааге, которые вот-вот накажут Баку. Особое место в списке надежд занимал и продолжает занимать Иран, который направил было всю Персидскую Радь для учения на границу с Азербайджаном. Но все это завершилось лишь выпуском на экран парочки грозных клипов, рядом с которыми даже Болливуд кажется Голливудом. Полеты истребителей ВВС Ирана у границ Азербайджана тоже на пару дней окрылили армян. Вот теперь ждут новых учений. Но как окрылили, так и раскрылили. А теперь вот протесты в Израиле добавились в список надежд. Но как только появились сообщения о компромиссе, на который готово пойти правительство на Таньяху, надежда вновь сменилась унынием. Кого только не встретишь в этом списке надежд. От приезда Нэнси Пелоси в Ереван до землетрясения в Турции. От встречи экс-генсека Расмусона с Николом Пашиняном до дружеского похлопывания по плечу со стороны Макрона. Кого и чего только в этом списке нет, кроме самого главного – здравого смысла и собственного ума. Того, что делает противника достойным, заслуживающим хотя бы минимального уважения. В этой ситуации и советы давать как-то уже бессмысленно. Чего ради? Сколько их мы за все эти годы давали? И к скольким из них та страна прислушалась? Вот и теперь ей суждено остаться одной, в обнимку со своим разрастающимся списком надежд. На которой, впрочем, тоже нет никаких надежд.